Окончательно бесповоротно приветствую вас, друзья. Как обычно, у аппарата ZODI на аппарате Karma Mechanic Simulator 2015 года. Это уже вторая серия по этой игре. Как вы помните, я начал играть, потому что мне стало любопытно чисто вот заняться этим делом, механикой, автомеханикой, так как я от него в реале очень далёк. Что это такое было за просадочек оперец? Почему бы это? Видать, в дождю. В прошлой серии такого не было. Странно, вроде все уже прошло, вылечилось. Итак, в прошлой серии мы выполнили 5 заказов. Мы взяли ещё один, давайте сразу же отправим его на левый подъёмник и возьмём ещё одну машину. Ходовая часть, общий осмотр, ремонт ходовой части. Давайте, ну, допустим, вот этот возьмём заказ. Рина Пикколо. Машинка. Так, что-то такое у меня зависла игра. Нет, фух. Ничего себе, игра меня напугала, она даже подвисла только что. Чему бы это было? Видать, в дождю. Видать, в дождю. Так, начнём с этой машины, допустим, рулевая рейка, рычаг в передней подвеске, стойка стабилизатора задняя. Окей. Рулевая рейка, рычаг в передней подвеске. Нам придётся поднять машину, видимо. Уже пошли снова заказы. Рулевая рейка. Подвеска автомобиля. Стоп, вот это у нас что? Рычаг в передней подвеске. Вот, он нам нужен. И кажется, что я уже вижу, где рулевая рейка. Так, ну, приблизь как-то. Вот она, рулевая рейка, да. Она просто здесь деталь ржавая, когда это сразу понятно, что их нужно менять уже. Но мы не можем её сейчас снять. Нам, ну, так, ну, поверни камеру. Вот, как удобно в этой игре камера реализована. Нам необходимо снять рулевую тягу. Для этого нам необходимо снять колесо. Куча всего. Я надеюсь, достаточно с одной стороны только снять будет всё это. Его придётся оба колеса снимать и всё это крутить. Не хотелось бы. Так, 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 тихо, 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 тихо. Вот, камера в этой игре мне не радует абсолютно. Ну, почему бы не дать свободную камеру? Что я мог сам повернуть так, как я хочу. Вот, как мне теперь к ней... Нет, всё-таки придётся с той стороны тоже снимать колесо. И прочую лобуду. Ну, и так уж это и долго, в принципе. Но хотелось бы как можно больше заказов выполнить, чтобы поднять наш опыт. И можно было бы брать заказы уже поинтереснее. Возможно, и оплачиваются они тоже получше. Снимаем рулевую рейку. Так, есть. И теперь нам нужно посмотреть здесь. Что нам вообще было нужно? Стойка стабилизатора задняя. Вот это она. Её нам и нужно. Только нужно с другой стороны вообще-то это делать. Я просто вообще забыл, что нам как бы-то нужно найти. Смотрел наугад. Ничего, давайте снимаем тогда колесо. Теперь мы её можем снять? Да. Итак, что мы открутили? Сейчас посмотрим в инвентаре у нас ещё раз, чтобы вспомнить. Рулевая рейка, стойка стабилизатора задняя, рычаг передней подвески. Рулевая рейка, стойка стабилизатора задняя, рычаг передней подвески. Окей. Давайте так. Рулевая рейка. 800 баксов! Да не гоните, это ж... Ух, дорого обойдётся ремонт. Рычаг. Рулевая рейка, стойка стабилизатора задняя. Я помню, нам нужна стойка стабилизатора задняя. Берём. Рычаг передней подвески. 150 баксов. Берём. Есть. Старый тогда продадим уже, давайте. Рычаг передней подвески. Рулевая рейка. И стойка стабилизатора задняя. Теперь на место всё это поставим. Начнём мы, пожалуй, иззаду. Решим сборки включим, про которые я даже забыл. Есть. И ставим колесо. Какое, какое, какое. Давайте поставим... Спереди у нас будет два хороших, а сзади фиговые. Я не знаю, почему так, но просто давайте так. Чтоб более симметрично было, что ли. Есть. Отправляемся теперь мы в эту сторону. Вот так вот поднимаем камеру и собираем. Рулевая рейка. Поставили мы теперь перерулевые тяги ставим. Здесь закрутить нужно. Запросто. Сейчас передние подвески новой тоже поставили. И сразу, в принципе, колесо поставим. Почему бы и нет. Довольно неплохо у меня получается пока что, как вы считаете. Если учесть, что я до этой игры, скажем так, понятия не имел, что такое рулевая тяга, чем она отличается от рулевой рейки, есть ли в машине вообще стойка стабилизатора. Если бы меня до того, как я запустил эту игру, спросили, где находится рулевой наконечник, я бы, наверное, сказал, что где-то там, где руль. Что поделать? механику я не изучал. Так, давайте проверим. Инвентарь пустой, значит, мы все установили, опускаем в таком случае подъемник и сдаем наш автомобиль. Общий доход 1952 из них. Ничего себе, мы получили почти штуку чистой прибыли. Офигеть! Офигеть, ребята, зашибись! Мы только что подняли денег. Зашибись! Я даже забыл, что нужно нам сделать здесь. Ух-ю! Тоже дофига, наверное. Получим задний амортизатор А. Опора заднего амортизатора, стойка стабилизатора задняя, стойка стабилизатора задняя. Все сзади. Окей, давайте в любом случае придется поднимать машину. Тут сразу видно задний амортизатор А. Стойка стабилизатора задняя. В любом случае колесо нужно снять, оно нам будет мешать, поэтому можно было с этого и начать. так, теперь посмотрим, сможем ли мы, да, по-моему, так снимается. Отлично, стойку стабилизатора сняли. Еще я вижу вот что, опору заднего амортизатора тоже поменять просто необходимо. Давайте снимем этот тоже диск для того, чтобы еще одну стойку снять и тоже заменить. В принципе, на этой машине довольно-таки это быстро будет. Все рядышком. Вот и все, идем покупать теперь. сейчас мы вспомним, что нам нужно купить. Задний амортизатор А, две стойки стабилизатора задние и опору заднего амортизатора. Так. Стойка стабилизатора задняя, две штуки. Опора стабилизатора заднего мне нужна. это переднего опора заднего амортизатора или стабилизатора? Амортизатора, по-моему. Не хочу ошибиться, так как опора заднего амортизатора это мы продадим. Мы уже купили. Опора заднего амортизатора и задний амортизатор А. Опора заднего амортизатора и задний амортизатор А. задний амортизатор а нам нужен передний амортизатор задний амортизатор б задний амортизатор а тоже покупаем отлично по моему купили все что нужно давайте теперь это все присобачим на место здесь нам нужно всего лишь стабилизатор поставить поэтому начнем мы справа заднего колеса честно друзья признаюсь когда об этой игре узнал услышал я даже вообще не думал что мне будет интересно в нее играть был так запустить чисто глянуть что это вообще такое вот как в это играть и так далее что нужно делать но в итоге минут 10 посмотрел на это дело и понял что я хочу это поиграть и так давайте поставим задний амортизатор а стойку стабилизатора и опору заднего амортизатора как-нибудь попозже возможно в конце как в конце в конце игры в конце ну если у этой игры есть логическое завершение день будет там в будущем мне было бы интересно взять вот например автомобиль какой-то на ремонт да полностью его разобрать снять все что только вообще можно с него снять в этой игре а потом попытаться его собрать и не представляю каково это проверяем все отлично но все просыпали что сняли денежек так-то так середнячок получили опыта тоже вот за предыдущий автомобиль мы получили вообще шикарно просто шикарно то видимо из-за того что он дорогие части использовались так нет нам нужен телефон ходовой части поменять фильтр в машине это уже любопытно этого я еще не делал почему-то момент загрузки автомобиля игра у меня подвисала управляем на левый подъемник и берем еще один заказ друзья я очень надеюсь так не прекрати зависать и очень надеюсь друзья что музыка которая используется в этой игре треки эти не лицензированы иначе у меня на youtube будут проблемы начнем с этой машины так давайте посмотрим рулевой наконечник и два рычага задней подвески окей рулевой наконечник у нас спереди давайте поднимем машину в любом случае нужно поднимать за одну эту поднимем заранее пускай повисит в воздухе рулевой наконечник у меня был где-то камера камера вот но это видимо не этот видимо правый как переместиться туда вот он видно по нему что он ржавый состояние 24 процента нет колесо нужно снять я забыл в любом случае начинает нужно со снятия колеса потом же искать проблему быстрее будет ожидающие вас заказа 4 штуки таких всегда 4 штуки зачем меня об этом уведомлять неужели когда-то может быть меньше мне будет недоставать заказов есть теперь нам нужно сзади рычаг задней подвески а и с той стороны тоже видимо такой же окей снимаем колесо чтобы не мешало нам к нему подлезть что еще мешает нижняя опора пружины мешают или что могу даже понять как то что мешает по моему нижняя опора пружины да вот она мешает а ей что мешает разберем амортизатор к чертям вот другое дело рычаг задней подвески а запомним так снимаем с этой стороны тоже сразу же колесо потом пойдем купим все необходимые детали не туда не туда навелся хорошо что не не получилось снять что-либо лишнее потом думал что там снял куда выцеплять я такой же в принципе сразу же разобрал бы и еще один автомобиль здесь поснимался что нужно но насколько я понял в этой игре детали запчасти не будет группироваться по автомобилям и потом я просто запутаюсь из какого автомобиля что я снял буду тыкаться мыкаться и в итоге очень некрасиво хотя это конечно игра но в действительности получилось бы очень некрасиво если бы поменял местами детали поэтому по очереди будем заниматься так нам нужно рулевой наконечник и две два рычага задней подвески а так рычаг передней подвески верхний рычаг задней подвески нет ищем ищем рулевой наконечник нам нужен вот он берем его печать задней подвески а таких нам нужно два отлично продаем то что лишнее а именно испорченное и отправляемся собирать машинку начнем спереди так как бы повернуть поудобней и колесо теперь спереди поставим такое вот колесо похуже состоянием хотя конечно спереди следовало бы ставить те колеса которые лучше это я так думаю так начнем справа давайте режим сборки нет нам нужно колесо какое колесо мы еще не собрали возможно колесо можно было бы и не снимать наверное в этом случае но ничего страшного ничего страшного сейчас обратно все подцепим пока что у меня неплохо получается само собой это все же базовые заказы так еще можно сказать обучение еще просто учусь играть следующий раз проверим можно ли снять эту фиговину не снимая колесо почему-то я думаю что можно точнее логически так можно вот игра позволит это или нет я не знаю так и так навешиваем колесо и этот заказ у нас уже тоже выполнен выполнен пускаем авто проверяем инвентарь в инвентаре пусто зашибись заказ выполнен смотрим сколько мы получим за него ну довольно довольно немного 310 долларов чистой прибыли по моему отлично вам так не кажется что у нас с этим автомобилем я забыл уже если честно фильтры это интересно итак воздушный фильтр масляный фильтр R4 и топливный фильтр интересно давайте посмотрим итак поверну чуть-чуть масляный фильтр R4 есть мне нужно еще найти что воздушный фильтр топливный фильтр из отсека двигателя нам придется вниз машину спустить топливный двигатель и что нам было еще воздушный фильтр воздушный фильтр воздушный фильтр я не представляю где может находиться вот если честно вот если честно возможно следует опустить машину вниз и попытаться понятно понятно то что ничего не понятно где воздушный фильтр находится если честно я не понял давайте машинку вниз опустим посмотрим под капотом вакуумный усилий тормозов нет он нам не нужен дроссель впускной коллектор аккумулятор гидравлический блок крышка выпускного коллектора где же находится воздушный фильтр вот топливный кстати сейчас могу снять где топливный я снял окей где же находится воздушный ищем ржавые детали друзья давайте видите я не вижу точнее здесь все покрыто ржавчиной так чтобы понять где еще фильтр если бы просто знал где его вообще искать где он должен находиться как бы что это такое за воздушный фильтр возможно где нибудь в движке возможно стоит просто поискать водяной насос насосы насосы крышка воздушного фильтра все друзья понял я в этой коробочке в этой коробочке он находится если это крышка то там внутри собственно фильтр а я уже чуть было не начал разбирать движок все таки игра не так уже подсказывает это хорошо что сначала идут такие заказы более простенькие вот собственно воздушный фильтр есть отлично поменяли мы и так у нас масляный р4 топливный и воздушный это у нас двигатель я думаю масляный р4 топливный и воздушный фильтр и почему здесь не переведены названия воздушный фильтр покупаем масляный р4 и топливный мне еще остался найти масляный р4 и топливный масляный фильтр р4 берем топливный фильтр мне осталось о какой шлиф ничего не видно что это такое за крышка их его поймет топливный фильтр мне нужно найти а я его не вижу топливный фильтр нашел все в порядке все окей давайте продадим из инвентаря либо это можно было бы сделать после ремонта уже но ну ладно и отправимся ставить фильтра на место начнем мы с воздушного пружинные зажимы про них само собой не стоит забывать а интересно если мы допустим не поставим эти два пружинных зажима мы сможем сдать заказ или же нам напишут что-то типа вы не доделали остались детали которые вы не поставили или которых не хватает к примеру и так далее так где-то вот здесь сзади стоял топливный фильтр топливный фильтр он где-то здесь стоял жим сборки давайте посмотрим стоп 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 где-то здесь было только что блин ну ведь сверху его откручивали то есть машину поднимать для этого не нужно было вот он вон он вон видим плохо выделяется на сером фоне беленькая вы поняли теперь мы машину поднимаем и ставим масляный фильтр интересно следует ли поменять масло хотя про это нам ничего не говорилось не думаю так как зря деньги тратить тоже не хочется то поменяем просто так масло клиент скажет что он не заказывал платить не захочет потом так по-моему все так 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 где опускалка ждем 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 машина опускается отлично смотрим да все отлично и это мы копейки такие получаем но это уже не серьезно просто это уже не серьезно давайте ребята на этом передохнем продолжим в следующей серии да иду специально к креслу чтобы отдохнуть присесть даже лучше можно здесь вот отдохнуть давайте здесь зайдем планшет круто пивко да да блин не могу за пивом дойти ужас какой в любом случае давайте друзья отдохнем мне игра пока что очень нравится не знаю какие сложности ждут меня дальше как я буду с ними справляться так как вы видели что я очень плохо разбираюсь в этой теме и некоторые детали просто вот мне найти сложно без подсказки но надеюсь у меня будет получаться буду учиться буду стараться с вашей помощью с вашей поддержкой спасибо вам большое друзья за просмотр ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал мне будет приятно с вами был зоди как обычно удачи вам встретимся в следующем видео пока пока